Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что за деньги не купишь и взаймы не возьмешь, о том, что самое важное в жизни каждого человека. В эфире программа «Время здоровья» в студии Ольга Алексеева. Осенняя пора – серьезная проверка на прочность нашего организма. Болезнь может появиться практически на пустом месте. О том, как предотвратить заболевание и куда обратиться за помощью, мы обсудим сегодня. Гость нашей программы – руководитель медицинского центра «София» Доманова Елена Михайловна. Елена Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Елена Доманова – генеральный директор медицинского центра «София», кандидат медицинских наук, заслуженный врач Чувашской республики, отличник здравоохранения Российской Федерации. Стаж работы – 32 года. Елена Михайловна, с наступлением осени обращения граждан в медицинские учреждения нашей республики участились. Расскажите об основных направлениях деятельности медицинского центра «София» и с какими обращениями чаще к вам приходят граждане. Медицинский центр «София» на рынке медицинских услуг функционируется с 2004 года. И направлений у нас очень много, деятельности, все они лицензированы. Мы занимаемся как взрослым, так и детским населением, работаем по очень многим специальностям. Это и гинекология, и терапия, и педиатрия, и хирургия. Есть у нас и косметология, и стоматология, и многие-многие другие узкие специальности. У нас специальностей около 30 наименований только. Основные обращения жителей нашей республики, это, как вы сказали, в связи с тем, что осень наступила, это обострение хронических заболеваний, в основном это гастрометрологический профиль больных, это педиатрия, потому что у деток появились простудные заболевания. Многие вернулись из отпусков, идет период адаптации, акклиматизации. Это простудные заболевания, опять же. И, в принципе, гинекологические заболевания тоже, это воспалительные заболевания. Поэтому у нас разнопрофильные больные, работы нам хватает. Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Расскажите о методах диагностики и лечения, которые применяют в вашем центре. В нашем центре мы применяем самые современные методы диагностики и лечения. У нас есть отделение функциональной диагностики, где мы можем обследовать любые органы, особенно сердечно-сосудистая патология. Есть у нас УЗИ-диагностика, у нас состоят очень хорошие аппараты УЗИ японские, которые с хорошей визуализацией, и мы очень хорошо видим патологию тоже любого органа человека. Есть у нас хорошая лаборатория, она оснащена современным оборудованием. Есть у нас дыхательный тест на хеликобактер, это очень такая распространенная, к сожалению, патология. То есть мы больному можем сегодня предложить самые современные, самые новые методы диагностики и лечения. Дело все в том, что я думаю, что самым хорошим показателем работы нашего центра является то, что у нас работают врачи-профессионалы очень хорошие, высококлассные, которые стажировались и учились за рубежом в российских ВУЗах, и хорошие имеют опыт работы. Поэтому квалификация наших врачей позволяет делать чудеса. Я еще хочу сказать о том, что у нас для пациентов создан очень хороший гибкий график работы. Существует система скидок, очень хорошая доброжелательная обстановка, комфортные условия пребывания пациента. Я думаю, что наши пациенты, которые приходят к нам на консультацию, у нас сегодня три отделения. Значит, это отделение лечебно-диагностическое, где в основном обследуются и лечатся взрослые лица. Это детское отделение, отделение консультативного приема, где практически прием ведут узкие специалисты, и педиатры, и нанотологи. И это отделение стоматологии, которое мы открыли в прошлом году, недавно, вот по просьбе наших пациентов. Так что я думаю, что наши пациенты могут получить разноплановые услуги. Медицинский центр «София» – многопрофильная поликлиника. Здесь обслуживают и взрослых, и детей по различным направлениям. Начиная от диагностики заболевания и заканчивая амбулаторными оперативными вмешательствами. В центре «София» работают специалисты с большим опытом работы, которая проходит стажировку не только в России, но и за рубежом. Многие врачи имеют зарубежные сертификаты. Одно из основных преимуществ клиники – индивидуальное ведение пациента. Прием происходит в удобное время по предварительной записи. Дети могут у нас получать полный комплекс услуг. Вот все, что им положено по 307 приказу, то есть по диспансерному обслуживанию детей раннего возраста, все обследования специалистов, все анализы, все лабораторные и аппаратные обследования, которые детям положены, они получают здесь действительно в комфортных условиях. Одни и те же врачи наблюдают ребенка не раз от разу, а постоянно в течение года, трех лет, семи лет. Собственно, вот «Софии» уже 8 лет, и у меня сейчас старшие программники уже ходят в школу. Сейчас к нам очень много детей приходят прививаться от гриппа, от пневмокока. Это здоровые дети. Но заболевания, как всегда и как везде, естественно, это, в общем-то, вирусные заболевания, которые у нас сейчас, кстати говоря, потеряли сезонность. Ребенок обследуется полностью при необходимости, опять же, преимущество комплексного возможности обследования, получает консультацию невролога, получает консультацию кардиолога. Вакцины обследуются состояние организма, то есть общие анализы крови, мочи, биохимии. И подбирается индивидуально график прививок. Вакцинами мы пользуемся очень хорошими. У нас в основном французские пастеровские вакцины и бельгийские вакцины. Предостеречь ребенка от заболевания можно. Прививка поможет. Отвлечь от компьютера сложнее. Отсюда и проблемы со здоровьем. Наталья Эльминдирова, невролог Центра «София», советует не затягивать с визитом к врачу. Очень большая нагрузка ведь у детей. Сейчас еще очень много они проседают около экранов компьютеров. У них головные боли мышечного напряжения. То есть мало того, что они пишут очень много, они все время, идет у них нагрузка на трапециевидные мышцы. И тут и ортопеды, и ортебрологи нам помогают, и медикаментозное лечение обязательно. Раз в год обязательно ребенку нужно любого возраста показывать неврологу. Потому что то, что видно специалисту, не всегда видно маме. Не всегда мама может сказать, да, вот я знаю, я понимаю, что есть проблемы. С 2004 года работает лечебно-диагностическое отделение, где прием ведут врачи-терапевты, хирурги, акушерогинекологи, урологи, кардиологи, эндокринологи, кастроэнтеролог и другие специалисты. В лаборатории проводятся более двух тысяч видов анализов. А ультразвуковая диагностика всех органов и сосудов осуществляется на самых современных японских УЗИ-аппаратах. К нам обращаются молодые семейные пары с вопросом, как зачать здорового ребенка. И прежде всего определимся с терминологией, что такое бездетный брак, что такое бесплодие. Это когда супружеская пара живет регулярной половой жизнью, два года, и у них не наступает беременность. Первая причина – это нарушение менструального цикла. Чтобы определить вот эту причину нарушения менструального цикла, у нас здесь есть все условия. У нас определяют гормональный статус, то есть женщины сдают анализы на гормоны по определенным дням менструального цикла. Следующая причина – бесплодие. Это нарушение созревания юной яйцеклетки или фолликула. Вот это определяется у нас с помощью ультразвукового аппарата. У нас очень современный ультразвуковой аппарат. Следующая причина бесплодия – это воспалительные заболевания женских половых органов, которые вызываются инфекцией, передающейся половым путем. Это редкая инфекция – это хламидия, мекоплазма, уреоплазма, цитомигаловирус, которые приводят к тому, что трубы запаиваются и приводят к следующей причине бесплодия – это спаечный процесс малого таза. Есть еще мужские факторы бесплодия. Это у нас есть уролог, который занимается параллельно. У нас пара, потому что приходят это женщины и мужчины. Средняя продолжительность жизни у нас в стране у женщин – это где-то 74 года, а средний возраст наступления менопаузы – это 48-50 лет. То есть вот эти 20-25 лет женщина живет в таком периоде. И очень важно помочь именно в этой возрастной категории. Для этого тоже существует прием гинеколога-эндокринолога, где мы проводим полностью обследование гормонального фона и подбираем терапию. В центре при лечении пациентов применяются новые медицинские технологии. В нашей клинике «София» проводится лечение патологии шейхи матки современными методами. Этот метод называется лечение радиоволнами. Аппарат «Амфотек». Радиоволны – это на сегодняшний самый современный метод, потому что он вызывает очень мало осложнений. После этого лечения не образуются стрикторы, то есть не образуются посткогуляционные спайки. И щадящий метод в плане того, что очень мало кровопотерей при этом методе. Для того, чтобы более точно определить патологию шейхи матки, в нашей клинике существует современный аппарат «Кальпоскоп», с помощью которого мы можем не только посмотреть шейху матки, но и сделать снимочек, и показать этот снимок непосредственно пациентке. То есть она знает, какая картина у нее была шейхи матки до лечения, и после. Делаем контрольный снимок уже через три месяца после лечения, и она смотрит свою шейху матки уже после окончания лечения. Этот метод мы используем даже для женщин, для молодых женщин, нерожавших, потому что в последующем в родах они идут на роды безболезненно в плане открытия шейхи матки. Если раньше образовались спайки, стриктуры, и они не позволяли шейхе матки во время родов хорошо открыться и быстро открыться, то эта методика как раз для нерожавших особенно. Но к нам идут и рожавшие женщины, потому что метод действительно оправдал себя, безболезненный. Идет быстрое заживление после этих процедур, и довольно-таки вот этот бескровный метод он себя очень оправдывает. Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие женщины, это невынашивание беременности. В нашем центре проводится диагностика причин невынашивания беременности. Для этого у нас существуют современные методы диагностики. Это и исследование инфекционного фактора невынашивания беременности. Здесь мы используем и методы диагностики различных эндокринных причин невынашивания беременности. И то, что делается в нашем центре, производится акцентирование на проблемах, так называемых тромбофилических наследственных нарушениях. Это генетические мутации, которые не приводят к физическим каким-то недомоганиям. Здесь нет психических нарушений. Здесь есть нарушения, которые проявляются, и которые могут впервые проявляться только во время беременности. И это заключается именно в невынашивании, когда теряется связь материнского организма с плодным яйцом. Исследование генетического паспорта крови позволяет нам определить те тонкие нарушения в организме женщины, которые приводят к таким тяжелым последствиям. Но эти нарушения, к счастью, исправимы. И дают возможность женщине получить здорового ребенка при правильном подходе к лечению перед планируемой беременностью и в ходе самой беременности. То есть при вынашивании беременности. Большим успехом у пациентов пользуется лечение холодом. Криотерапия применяется при хронических заболеваниях горла, носоглотке, при храпе. Большой популярностью пользуется массаж, озолотерапия и лечение пиявками. По назначению врача в центре можно в удобное для пациента время получить инъекции, внутривенные вливания, физиопроцедуры и многое другое. Еще одно отделение, самое молодое в центре – стоматология. Здесь также принимают и взрослых, и детей. На сегодняшний день мы можем предложить восстановление утраченных зубов самыми современными способами. В том числе протезированием безметаллными коронками, керамическими вкладками, керамическими винирами. Этот способ лечения наиболее современный, наиболее качественный и надежный в современной стоматологии. В нашем центре мы проводим все виды терапевтического лечения – эстетическую реставрацию зубов, лечение кариеса и его осложнений, лечение заболеваний десен, лечение заболеваний парадонта, а также профилактику заболеваний полости рта взрослого населения. Мы занимаемся не просто лечением заболеваний полости рта у детей, но мы занимаемся их профилактикой, что на сегодняшний день наиболее важно и современно. Мы проводим такие виды профилактики, как фторирование, серебрение, профессиональную гену полости рта. Стоматология медицинского центра «София» расположена по адресу. Богдана Хмельницкого, дом 109, корпус 3, телефон 351603. Лечебно-диагностическое отделение на улице Сверчкова, дом 11, корпус 1, телефон 430202. Отделение консультативного приема «Косметология», улица Сверчкова, дом 15А, телефон 430192. Медицинский центр «София». Качество, безопасность и забота о вашем здоровье. Очень интересное направление – это то, что мы можем обслуживать семью. То есть и всех членов семьи, и взрослых, и деток. То есть приходишь в семью, и все получат, ходят в помощь. Да, и у нас есть очень хорошая такая тенденция. К нам, если приходят с маленьким ребенком на прием, то приходят и мама, и папа, и бабушки, и дедушки, и братья, и сестры. Все они консультируются с нашими врачами. Такая система скидок. Если пришел один, перевел семью. Да, конечно. У нас есть семейные скидки. Это 10%. Я думаю, что это немало. Если у нас человек полгода уже наблюдается, приводит очередного члена семьи, мы устанавливаем такую систему скидок. Елена Михайловна, Вы говорили, что с каждым годом пациентов в Вашей клинике становится все больше и больше. С чем это связано? Ну, во-первых, я считаю, что у каждого гражданина нашей республики должно быть право выбора, куда идти, в какую клинику. У какого врача обслуживаться. Это заложено и в законодательной базе по здравоохранению. И я думаю, что больных привлекает сама миссия медицинского центра. А миссия заключается в том, что мы обязаны давать нашим потребителям наших услуг очень качественные услуги и безопасные услуги. И, конечно, мы отслеживаем все случаи. Не дай бог, если что-то не так мы обслужили, какой-то дефект появился. Мы это все изучаем, мы все это разбираем, делаем выводы соответствующие, мы ведем диалог с нашими пациентами. Для этого у нас есть сайт. На сайте мы отвечаем на вопросы наших пациентов. Это вот, я думаю, что один из критериев выбора их. Высокий профессионализм врачей. Индивидуальный подход. Это очень важно. Дело в том, что у нас разработаны программы ведения как деток, так и взрослых. Это персональное ведение врачом, пациентов. Это очень нравится нашим пациентам. У нас вообще очень солидная публика обслуживается. Люди, которые понимают, что сегодня очень важно профилактировать заболевания, не запускать их, предупреждать их. Сегодня радует тот факт, что приходят молодые семьи, которые занимаются планированием семьи. И они обследуются очень грамотно в этом направлении. Наши врачи помогают им, потому что, конечно, все хотят родить здорового ребенка. Следующий критерий – это та доброжелательная обстановка, которую мы создаем для пациента. Вот тот комфорт. И самое главное – у врача достаточно времени на приеме для того, чтобы выяснить все причины заболевания, объяснить пациенту и дать пациенту все те рекомендации, которые необходимы при данном заболевании. Конечно. Сидеть в очереди, не ждать. Да, конечно. Предварительная запись у нас – это однозначно. У нас к некоторым врачам 2-3 месяца вперед запись идет, потому что трудновато попасть к некоторым специалистам, потому что она действительно очень хорошая. Ну и затем, понимаете, гибкий график работы. Мы можем и вечером обслуживать, и в утренние часы, то есть так, как удобно пациенту. То есть подстраивайтесь. Да. Доступные цены, я думаю, это тоже не последний фактор. Немаловажно, конечно. Немаловажно для сегодня, для семей. Так что я думаю, что вот качество и безопасность – это главные критерии. То, что мы можем дать нашему пациенту. Есть у нас еще оказание помощи на дому. Ну, это наши больные, которые у нас на программах находятся, и контакт с врачом круглосуточный. И если там что-то как-то где-то случается, и пациент выбирает именно вызов врача на дом нашего, то наш специалист едет на автомашине, обслуживает вызов, помогает пациенту. То есть круглые сутки, в любое время суток можно быть вызовом специалистом? Ну, ночью, конечно, нет. Мы учим их, что если какая-то экстренная патология, конечно, это скорая помощь. В любом случае, если экстренный какой-то случай, то… То, чтобы не было постфакцинальных осложнений, чтобы ребенок хорошо перенес прививку, в течение трех последующих дней у нас идет вот контакт с мамочкой или папочкой, кто ухаживает за ребенком. То есть не только единовременно какое-то оказание помощи. Вы еще отслеживаете, что будет дальше? Конечно, в динамике, потому что вот бывают же отдаленные результаты. Медицина, она такая. Медицина, она всегда рисковая, к сожалению, и всегда вот с отдаленными, может быть, результатами. Какие критерии оценки надежности и безопасности, оказываемых вам медицинских услуг, и кто контролирует вашу работу? Ну да, я понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Потому что сегодня, к сожалению, в средствах массовой информации очень часто показывают медиков как неуклюжих, неумелых, непрофессионалов. Мне очень жаль, потому что я знаю, что большинство врачей – это очень нормальные, очень порядочные, очень достойные люди, это профессионалы. Хоть в государственных клиниках, хоть в частных клиниках. Конечно, не хочется думать о медицине плохо. Но, тем не менее, конечно, любой пациент хочет получить нормальные, качественные и безопасные медицинские услуги. Что такое безопасные медицинские услуги? Все у нас разовое. То есть практически, начиная со шпателей, кончая бельем медицинским, инструментарий, термометры – это все разовое, конечно. Шприцы, тем более, скарификаторы, которыми мы берем кровь. Тут даже, может, наш пациент не беспокоится. Это было с первого дня, установка у нас такая была дана, что мы здоровьем пациента рисковать не можем. Кроме того, у нас существует система внутреннего контроля качества медицинской помощи. И я вот, если кто-то меня вот слышит из наших пациентов, они могут подтвердить, что любой сигнал, любая жалоба, что-то их не удовлетворило при оказании медицинской помощи. Мы их приглашаем, мы с ними говорим, мы с ними беседуем, мы разбираем этот случай. У нас есть врачебная комиссия, которая любой случай оказания медицинской помощи, где что-то как-то не сложилось, у нас это бывает крайне редко, мы обязательно выставляем на разбор врачам, чтобы этого не повторилось с другими пациентами и с врачами. Это вот наш внутренний контроль качества. Ну а то, как нас контролируют надзорные органы, жестко, очень жестко, начиная с Министерства здравоохранения, Росздравнадзор, Роспотребнадзор. Все надзорные организации, которые осуществляют контроль за медицинской деятельностью, конечно, выставляют очень жесткие требования, но их можно понять, любой из нас не хочет оказаться в положении неблагополучного пациента, скажем так. Поэтому нас контролируют постоянно и жестко. У нас не было еще года, чтобы у нас не было проверки надзорников. Один-два раза. Везде так проверяют, не только у вас. Конечно, я думаю, что везде. Как вот зрителям нашим сейчас обратится ваш центр? Как можно попасть к нам? Ну, записаться. У нас предварительная запись, у нас есть электронная запись. Мы внедряем у себя сейчас электронную регистратору, мы уже внедрили, а сейчас мы внедряем электронную амбулаторную карту. То есть у нас вот, мы, конечно, тоже участвуем в модернизации, как и вся система здравоохранения. Вот, пожалуйста, можно в режиме онлайн записаться к нам, не вопрос. А какие-то консультации первичные, они платные или бесплатные прийти и узнать на консультацию? Консультация, конечно, платная. Дело в том, что это, конечно, платное медицинское учреждение, это платная медицина. И тут никуда не денешься, это вот так. Мы в программе государственной гарантии не участвуем. Государственные учреждения медицинские, они, конечно, работают в соответствии с программой государственной гарантии, они бесплатно обслуживают. Мы бесплатно можем оказать только неотложную медицинскую помощь. По показаниям, и у нас так очень часто бывает, вот у нас недавно случай был, пациент приехал, в дороге случился инфаркт, и мы диагностировали, отправили в кардиологию, молодой человек остался жив. Вот мы обязаны это оказывать. Это наша обязанность. Все остальное платно. Что ж, я думаю, жители нашей республики умеют ценить свое здоровье, и они обязательно обратятся в ваш медицинский центр. Спасибо, Лена Михайловна. Приходите к нам еще. А я напоминаю, что вы смотрели «Время здоровья». В гостях нашей программы была Даманова и Лена Михайловна, генеральный директор медицинского центра «София». Крепкого вам здоровья. До свидания.